Всем привет, друзья, с вами Тимпоз, и мы продолжаем играть в игру Great Conqueror Rome. На очереди у нас вторая миссия прохождения за Помпея в гражданской войне Цезаря. И, судя по моим источникам, мы здесь очень жестко отгребем, и данный ролик сейчас находится в разделе проваленных прохождений. Я надеюсь, что это не так, но, судя по моим сведениям, миссия весьма и весьма сложная. Я так понимаю, что она связана с тем, что мы здесь высаживаемся на берег Греции. Нас там встречают неприятели. Задача захватить три вражеских города, но на остальное за 12 раундов это желательно, за 18 максимум. Ну, давайте, давайте посмотрим, что да как да куда. Все выглядит не так уж и плохо. Я так понимаю, что это не так. И вот в чем главный вопрос. В каждой миссии есть определенный скрипт, который подразумевает правильность прохождения миссии. Ну, то есть то, как рекомендует игра проходить, начиная с какого города. Потому что, ну, разделить силы на три части я сейчас не смогу. Поэтому я сейчас специально выйду из миссии и хочу еще раз внимательно посмотреть, как выглядит... Да. То бишь, ребят, смотрите. Наш союзник, он будет двигаться на два города, которые находятся в центре. А нам показывают, что необходимо напасть на правый город. И одновременно удерживать здесь оборону. Вот. Сейчас попробуем вот по такой схеме, которую нам предлагает игра, пройти данную миссию. То есть в данном случае, вот здесь, опять-таки, видите, река. То есть эта река, это будет наша линия обороны. По ней будем встречать наших противников. Мы сперва захватываем город, который находится на побережье. В этот момент союзники, по идее, должны быть сфокусированы на центральном городе. И дальше мы уже, скажем так, одной дружной большой силой будем двигаться, ну, по направлению к последнему третьему городу. Ну, я так себе это представляю. Посмотрим, как это будет по факту. Естественно, давайте первым делом высадим наши войска. И сейчас надо определить, кто это такие. Легкая кавалерия. Давайте ее сразу высаживаем. Дальше. Лучники. Что это? Это боуманы. Это несерьезно. У меня здесь есть марксманы. А пехота. Это тяжелая пехота. Отлично. Вот здесь мы как раз таки и поставим нашего генерала. На пехоту. А, ну у нас же два генерала-лучника. В таком случае на марксманов мы поставим Митридата, а на этот отряд поставим Октавиана. И, по идее, нам должно хватить очков движения, чтобы высадиться. Нет, очков движения, к сожалению, нам не хватает. Ну, я думаю, это не критично. Дальше. Здесь мы ставим Армениуса. Это наш четвертый последний генерал, который мы будем в этой игре задействовать. Ну, и, собственно говоря, кого мы поведем в атаку. Просто сейчас, главное, не простоволосится. Я, как бы, ну, Дерачиум тоже терять не хочу. Не знаю, как правильно читается название этого города. Я сейчас просто думаю, сколько отрядов посылать в атаку. Давайте лучник. Генерал кавалерии. Так, лимит у нас значительно превышен, да? Так и есть. Генерал тоже сюда. А ты иди в город. Вот так. Вот так пойдем. Один отряд ставим в городе. Сейчас сделаем ход и посмотрим, как будет обстоять дела. Все, поставили тренировку, поставили мораль. Делаем ход. Нас почему-то все еще никто не агрессируется. Хотя, я не знаю, возможно, тут кто-то и есть. Мы же не видим территории. Ну вот, блин, ты поймешь. Дальше. Ведем нашего Актериана сюда. Здесь пытаемся каким-то образом окружить противника. То есть заводим войска как можно глубже, так сказать. Можно приступать. Начинать нападение на город. Здесь атакуем мы, естественно, лучников. Так, и внимание сейчас на союзников. Они пока стоят, ждут. Я думаю, что после захвата города они начнут какую-то активность проявлять. Проблема в том, что если сейчас нападут на город, то мы не сможем тут создать никаких войск. Я думаю, что отряда мечников должно хватить на какое-то время. Так, дальше. Город атакуем или кавалерию. Наверное, город. Давайте город таковать. Все, делаем. Делаем ход. Сейчас должны уже мы увидеть какое-то вражеское наступление, что ли. Я, по крайней мере, его ожидаю. Но нет, все еще почему-то его нет. Хотя на карте было четко показано, что отсюда у нас будут нападать войска. Так, мы видим вражеского генерала поблизости, находящегося. Это нам, конечно, ничего хорошего не сулит. Так, вот лучника, лучника. Подожди, давай по-другому поступим. Ты идешь сюда, ты идешь сюда. Вот так. 31, хорошо. 29, 81, замечательно. Вынесли мы город. Теперь атакуем уже сам отряд непосредственно. Стоса. Ох, хорош, хорош, молодец. Продолжаем. Здесь конец атакуем лучника. Пытаемся, во всяком случае. И еще раз, давай. Отлично. Продолжаем атаковать лучников. Город мы атакуем в последнюю очередь. Все, меня, в принципе, устраивает. Как мы движемся, пока нормально. То есть два отряда уже подбиты. Сейчас должны на следующий год город уже захватить. Союзники пока все еще не двигаются. Но я думаю, что они неспроста тут стоят. Должны в ближайшие ходы, либо после захвата города, начать какое-то действие. Ну вот что вы делаете? Так. Митридата сильно потрепала. Мне это не нравится, естественно. 63. Все, удар по городу. Замечательно. Мы захватили город и получаем прибавку к морали. Это хорошо, но, возможно, активируется какой-то скрипт, после которого противники будут у нас нападать. Ну, либо союзники начнут движение. Сейчас посмотрим. Кстати, у союзников тоже прибавилась мораль. Это хорошо. Лимит войск у нас сейчас сравнялся, но мы все еще заказывать никого не можем, к сожалению. Ну, я думаю, это временно. Так, давайте уничтожать вражин. И потихоньку двигаться в сторону. Я даже не знаю, как правильно. Давай так. Мне бы, конечно, не мешало Митридату добавить отрядов, но для этого придется... Мы не сможем до конца миссии этого сделать, потому что города слишком не обустроены. О, у нас лимит повысился до 39. Отлично. Мы можем нанять еще один отряд с Ворсманов, допустим. Либо Боуманов, но для этого уже поздно. И здесь нету, к тому же, здания соответствующего. Ну, в таком случае, поскольку нам необходимо сохранять лимит, мы наймем здесь с Ворсманов отряд. Я думаю, что так. И на следующий ход, наверное, этот отряд пошлем в атаку. Потому что пока что никого я не вижу, пытающегося город захватить. Может быть, даже и не увижу. Но сейчас, по крайней мере, я жду, что союзники как-то откликнутся на мой зов и пойдут в атаку. Да, отлично. Скрипт сработал. После захвата города союзники начали движение. Но я предполагаю, что после захвата города. То есть, смотрите, ребят, если бы мы в данном случае пошли, разделили свои силы и пошли, допустим, половиной войска сюда, то, скорее всего, мы здесь бы встретили большое сопротивление в центральном городе и получили бы звездюлей, естественно. Ну, то есть, могли бы и здесь опростоволоситься. Потому что вы видели, что отряды с севера, вот этот генерал и еще какие-то, они постепенно начали приближаться к прибрежному городу. То есть, возможно, если бы мы войска разделили, то нас бы здесь тоже накрыли, скажем так. А так, видите, сработал скрипт, союзники начали свое движение. Это хорошо. Ну, дальше, по идее, даже не знаю, что по идее, лимит. Что с лимитом? Вот здесь ворсманов нанимаем еще. И можно, в принципе, ну, потихоньку двигаться, что ли. Давайте к границам подведем наши войска. Все-таки хочется за 12 ходов успеть, а это значит, что всего лишь 6 ходов осталось у нас, что немного. Так. Октавиан. Куда ты у меня сейчас пойдешь? Иди в атаку на кавалерию тогда. Я так думаю. 50. Не очень хорошо. Я ждал, конечно, что Октавиан больше урона несет. Ой, надо было обойти его, ладно. Тупанул. Я тупанул, ребят. Ведемся войска в атаку, потому что, ну, что ждать-то? Ну, как бы такой армады, я не знаю, ну, по идее, мы должны в два счета снести врага. Нас тут прям очень много, ну, нас и союзников. Посмотрим, сможет ли противник оказать нам какое-то сопротивление. По моему расчету, по моему плану, то нет. Мы должны легко продвинуться вперед. 34. 50. Давайте вынесем вражеского лучника, чтобы ему жизнь сахаром тоже не казалась. Ой, неправильно поступил, неправильно походил. Ладно, фиг с ним. 155. Замечательно. Здесь атакуем город. Здесь атакуем генерала. Ну, тут атакуем вражеского кавалериста. Мы его окружили и должны носить ему повышенный урон. Что, в принципе, и происходит. Давайте еще нанимаем сворсманов. Мы, благо, в деньгах не ограничены, только в лимите войск. Так, и мы сейчас можем какую-то мораль поднимать. А, тренировка даже нам доступна, да? Потому что мораль нам не нужно поднимать. Давайте Октавиану. Октавиану все-таки это мой лучник. Хоть и уже... Хоть и не самый мощный отряд. 36.65. Ну, я, честно говоря, даже не знаю, что должно произойти, чтобы мы эту миссию не затащили. Ну, то есть у нас еще 5 ходов. Это на 3 звезды, если мы идем. И вообще, даже если на одну, это еще 11 ходов. Ну, то есть... Я слышал от проверенных источников, что миссия сложная. Я предполагаю как раз-таки, что люди, которые пытались ее пройти, они действовали вот по той схеме, которую я озвучивал, сказав, что так действовать не стоит. Ну, то есть разделять войска. Я почти уверен, что они ходили именно так. Это было бы логично. Так, давайте вынесем отряд вражеских скакунов. Ну, не полностью. В принципе, можно вести наши силы вперед. Я бы хотел, конечно, еще точку захватить. Это было бы неплохо. Так, это союзники. Аморалия вкачать уже не могу. Ну и ладно. 176. Замечательно. 166. Отлично. Противники полностью дезморалены. Вот, вот. Пошли подкрепления. И надо бы их отвлечь, ребят. Надо их отвлечь. Как мы это будем делать? Мы просто поведем сюда пехоту. Или нет, или не поведем? Сейчас я подумаю. Так, давай, Армениус, добивай. Армениус. Здесь уже можно противника окружать. Он, кстати, не слабый. Там товарищ у врагов не слабый сидит. Ага. Так, сейчас. Добиваем, не добиваем? Нет, не добили. О, Марк Антоний, здрасте. Подожди. А, ну все правильно. Это же, это что-то, триумфират. Я забыл, за кого мы играем. А то у меня просто генерал Октавиан. Я вот ее это попутал. Что что-то здесь нечисто. Так, ну нельзя дать противнику захватить город. Поэтому мы не можем сейчас лучников пустить на вольные хлеб. О, да. Это уже совсем другое дело. Так, давайте теперь думать. Наша сейчас ключевая цель захватить вражеский город. 25, 39. У нас есть риск потери данного города, но, в принципе, здесь все нормально. Вроде как. Так, ладно, поехали. Такой вражеского генерала. Он не слабый. Но мы сейчас, если поставим сюда отряд, то как раз будет он дезморален. Кстати, у меня есть форс марш? Нет. Нет, у нас еще есть ходы. В принципе, у нас есть время. У-у-у-у. Откуда вас так много тут взялось, а? Алло. Народ. Еще даже не заметил. Ты гляди, сколько кавалерии. Как так? Ну, смотрите, есть два варианта. Либо мы сейчас каким-то образом вынесем противника просто на раз-два. Вот хрен. Хрен мы, конечно, его вынесем. Вот тут парень, понимаешь ли, не слабый. Да. Да, вы что, какая прелесть. Ну, смотрите. В принципе, мы на этом побеждаем. Мы можем рискнуть и, ну, как бы, подождать еще какое-то время, чтобы, ну, набрать необходимое количество юнитов на три звезды. Но, видя количество войск возле данного города, я осознаю, что мне, ну, как бы, трындец. Ну, то есть, что я могу сделать? Я могу поставить сюда Октавиана. Могу поставить в город Октавиана, но у меня будет раз потеря, у меня будет два потеря. Здесь, как бы, противники все еще имеются. Единственное, что обидно, что я город не могу захватить. Кстати. А я могу город захватить? Все. О, формейшн, отлично. Ну, короче, я выбираю такой вариант на две звезды. Но, тем не менее, мы миссию проходим. Поэтому, если, ребят, у вас не получалось пройти эту миссию, то просто действуйте по той стратегии, которая нарисована на главной заставке. Это все просто. Все предельно просто. Я бы не сказал, что миссия сложная. Мы прошли вообще за девять ходов. Норм. Ну, а на этом серия заканчивается, друзья. Я всех благодарю за внимание. С вами был Тимпос. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И до новых встреч. Всем спасибо. Всем пока. И удачи.